Пишет, что уже закончилось. Да. Да. И для тех, кто будет смотреть видео уже в записи, это вторая часть получилась, вторая часть сегодняшней трансляции. Сегодня у нас вечер 26 ноября 2017 год. И по гражданскому нашему летоисчислению, по библейскому летоисчислению уже вечер, начало дня нового, начало 9 числа месяца Кислеф 5778 года от сотворения Вселенной, от сотворения мира, от сотворения наших пращуров Адама и Евы. И этот эфир я обозначил словами из Писания, из книги Ширгаш и Рим, книги Песни Песней. «Ани ле доди, ведоди ли». «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». И буквально говорится «я в моем возлюбленном». И мы с ним одно целое, я в нем, он во мне. Я часть его, он часть меня. «Ани ле доди, ведоди ли». И вот это я заглавил, как раз, заглавием этого эфира. И читал уже из Нового Завета, из послания к римлянам, из послания к Ефесянам. И выделил особенно то место из Писания, которое и хочу снова напомнить всем, кто и в трансляции сейчас смотрит, сейчас и будет смотреть эту запись трансляции, потому что все стараюсь сохранять на канале. И кто будет смотреть это видео, откройте для себя место из Писания, обозначьте это в своих Библиях, закладочку сделайте или там, или в бумажном таком исполнении традиционном Библии. Значит, эфесянам, пятая глава, второй стих, начало второго стиха. «И живите в любви». Слава Богу. Да, дамы и господа, братья и сестры, пусть Господь Бог благоставит всех вас. Вот, и я со своей стороны, конечно, да, в преддверии Хануки, в преддверии ханукальных этих торжеств и, знаете ли, вот этого обновления. По сути, Ханука – это реформация. Да, это реформация. Потому что, знаете ли, тема Хануки – это тема обновления храма. И я говорил о первом храме, да, который был построен при Соломоне. Значит, да, слава Богу за Соломона, слава Богу за этот храм. Но, к сожалению, из-за неверности нашей человеческой, из-за грехопадения, да, отступления, евреи помнили всегда Бога. Мы помнили всегда в своей истории, да, Иегову, Бога Авраама, Исаака, Якова. Безусловно. Но, к сожалению, в Библии тоже рассказывается, в этой истории, в священной истории Ветхого Завета рассказывается, что начинали молиться иным богам, начинали молиться истуканам, идолам. Многобожие идолопоклонства подкосило нас тогда, наш народ. И, к сожалению, знаете ли, великая трагедия – это внутреннее отступничество, вот, духовное отступничество, сердце, произвело потом и такое внешнее разрушение, разрушение внутренней, деградация этого народа Божьего, она произвела потом и деградацию, и разрушение внешнее, очень страшное разрушение, что Бог не пощадил даже храм свой. И Бог разрушил свой же храм руками оккупантов, захватчиков, с которыми евреи боролись, но напрасно боролись уже. Если Бог против нас, то уже все напрасно тогда. Вот. И храм был разрушен, это великая трагедия, описывается в храме, описывается в Библии. Читая Библию, Божье Слово, каждый раз просто, знаете, вот, разрываешь свое сердце, перечитываешь о разрушении храма и, не знаю, я плачу все время. Я все время перечитываю, воспоминая об этом, я говорю, Боже, прости, Боже, прости. Потом мы читаем о действительно возрождении начавшемся, о покаянии народа, о то, что я вот обозначил как раз еврейским словом «тшува». «Тшува» — это слово еврейское, «тшува» переводится как «покаяние». Но «тшува» имеется в виду «возвращение». И вот, в пример «тшувы» и вот у себя в церкви, и в гостях, когда бываю, я часто привожу притчи Иисуса, особенно притчу, как мы ее называем обычно, о блудном сыне, или, точнее говоря, о притче о двух блудных сыновьях, о двух сыновьях-отступниках. Просто один отступил очень так вот радикально, как бы, хлопнув дверью, и физически выйдя из отца, как бы, да, из дома отца. А другой вышел из дома отца, но физически пребывал в нем, телом присутствуя с отцом, да, но духом отсутствуя с ним. Это печально. И потом мы видим в Библии, что блудный сын, тот самый, который мы блудным называем, ну, он на самом деле блудный, потому что он расточил все имение, он поступил очень недостойно, я его не пытаюсь оправдывать, действительно, он поступил очень недостойно, вот, это недостойный сын. Но он, знаете ли, телом отсутствия с отцом, там, возле свиного корыта уже, когда уже оказался, как сейчас говорят, ниже плинтуса жизни уже, или вообще, знаете ли, его уже за человека не считали, потому что он даже завидовал хрюшкам этим, свиньям, возле которых он жил. Он мечтал напитаться, как они питаются, они хрюшки хотя бы досато ели, знаете ли, вот, и напитаться тем, что, то есть, его кормили даже хуже, чем хрюшку, хуже, чем свинью. Я не знаю, что за хозяева были такие бессердечные, но они относились к нему хуже, чем к животному. И вот в таком состоянии, хуже животного уже, значит, знаете ли, телом давно уже отсутствия с отцом, но он своим сердцем, своим духом вернулся в дом отца, своими мыслями, то бишь, да, он вспомнил вдруг, пришел в себя, написано, пришел в себя однажды, возле свиного корыта, смотря на эти хрюшек, он, написано, пришел в себя, пришел в себя, то есть, вот, вот, шува, начало шувы, да, покаяние, прийти в себя, первый путь покаяния, сегодня у нас брат один каялся, вот, значит, и Владимир Иванович, молились за него сегодня, за его исцеление тоже, потому что врачи приговорили его к смерти уже, к весне должен умереть, значит, его болезнь разъедает, но мы сегодня проклинали всякий рак во имя Иисуса Христа и молились за его здравие, вот, и самое ценное, конечно, что этот человек, он покаялся, обратился к Богу, и вместе с отцом Алексеем, они прямо в машине молились пару недель назад, и сегодня он пришел в собрание уже, и в собрание этот Владимир, как раз Иванович, молился, вот, человек уже не молодой, но он, знаете ли, зрелого возраста, но он молодец, что вот, действительно, сделал шаг к Богу, шаг к Богу навстречу. На Востоке говорят так, знаете ли, есть такая восточная пословица, если человек делает шаг навстречу к Всевышнему, вот, татарская тоже пословица, я татарин по матери, вам, мама моя, Ибрагимова, и тоже такая татарская пословица, но на русском, например, она также звучит, что один шаг навстречу Всевышнему, и Всевышний делает тысячу шагов, написано, ну, не написано, а говорится так, народная пословица тоже, и Всевышний делает тысячу шагов навстречу к человеку. То есть, если человек делает шаг навстречу Всевышнему, Всевышний делает тысячу шагов навстречу человеку Но дальше мне еще больше нравится С татарского переводить это вообще непереводимо Но вот примерно так оно звучит Если человек идет навстречу, пошел, он начал движение, буквально навстречу Всевышнему то Всевышний побежал, буквально там, или сатарского на русский переводить, буквально побежал или бежит навстречу человеку. Ой, мне-то так пословица нравится. И вот в той притче Иисуса, Иса Масих, да, Иисус Христос, когда он рассказывал эту притчу, вот, такой, ну, и печальную притчу, конечно, но и там хэппи-энд, будем договорить, вот. И тот бедолага, знаете ли, возле свиного корыта, он пришел в себя, это его первый шаг, маленький шажок, знаете ли, навстречу Всевышнему, прийти в себя, это первый шаг навстречу Всевышнему, очухаться, знаете, прийти в себя, что такое, где я, что происходит со мной, да ты что, как я могу до жизни такой дойти, это первый шаг навстречу Всевышнему. Но это еще не все. Слава Богу, что этим не закончилось. Он не помер там возле хрюшек, возле свиного корыта. Слава Богу, что хрюшки его не съели. История бы закончилась печально. Хотя даже если бы он и помер там возле хрюшек, но если бы он перед смертью действительно вот так вот мыслями своими воротился к отцу и вспомнил все, то даже этот шаг, я убежден, Всевышний почтит и оценит. Сто процентов оценит. Это очень Бог высоко ценит. Это даже самый маленький первый шаг. Но слава Богу, в той истории она имеет эту историю продолжения. Потрясающее продолжение. Я так люблю эту историю. И другие истории. Вообще, что они истории. Иисус любил рассказывать разные истории. И он хороший рассказчик. И когда он рассказывает, то действительно это чудо. И вот он дальше стал размышлять. И дальнейшие его мысли это как раз описание вот этой тшувы еврейской. Или же покаяния по-русски. Тшува это прийти в себя и потом размышлениями вернуться. Сделать шаги. Он сделал дальнейшие шаги в своих размышлениях. Он сказал, хотя я встану и пойду к отцу моему. Да, пусть я недостоин называться сыном его. Но у него даже наемники, рабы живут не как свиньи. Я здесь хуже свиней. Я вообще без Бога. Я вообще одним словом убога. Даже на паперте, будем так говорить, нищий и то счастливчик, везунчик по сравнению со мной. Встану я, говорю, пойду к отцу моему. И скажу ему, что я недостоин даже называться сыном твоим. Но прими меня как одного из наемников просто своих. Хочу быть возле отца. Хочу быть хоть на пороге. Лежать на пороге хоть царства Божьего. Хоть в преддверии быть где-то. Хоть возле забора. Подержаться хоть за ручку забора. Знаете ли, это двери. И он, если бы он там помер бы с этими мыслями, то я думаю, что Бог еще больше почтил бы этого праведника уже. Уже мыслями вернувшегося. Праведный образ мысли был у него уже. Но слава Богу, эта история имеет еще более счастливое продолжение. Он не помер там возле хрюшек, приняв решение встать и пойти. Знаете ли, есть такие люди, я знаю и сейчас, которые принимают решение, но... Ну так складывается, что не получается у них исполнить это свое решение, и они уходят в вечность в таком состоянии. Но слава Богу, что решение-то было у них. Я уверен, что Всевышний Бог почтит и это очень сильно. Но эта история имеет счастливое дальнейшее продолжение. Он действительно однажды, наверное, хрюшки с удивлением посмотрели в сторону этого свинопаса, возле свиного корыта, который завидовал хрюшкам. Они над ним там посмеивались по-своему, хрюк-хрюкали, знаете ли. И вдруг этот свинопас встает и уходит. Я думаю, хозяева даже не посмотрели в его след, раз его не ценили даже, как свинью даже. Ушел и все. Таких найдем еще бомжей. Здесь полно таких, видимо. Видимо, совсем в стране кризис был такой. Значит, и тот встал, мы его называем блудным сыном, да, но он уже был далеко не блудным. Он уже стоял на пути к шуву, он стоял уже на пути к шуву, и сердце было его уже праведно. Он шел и двигался в направлении отца. И когда он был еще очень далеко, еще был от дома, отец, любящий отец, смотрел и ждал. Он ждал сына своего. У него было очень хорошее зрение. Он смотрел и видел все это. Да, спасибо вам, да, из Луки, 15 глава. А вот. Вот и. Вот. И отец выбежал навстречу к нему. Обнял его. И сын только было начал оправдываться, только было начал слова покаяния. Наши мысли, наши решения, наши слова покаяния. По сути, Богу это не надо. Ну, оно и надо, как бы и не надо. Бог уже простил нас. Это больше нам надо, да, вот, наше решение. Отец в той притче, как будто бы даже и не слушает вообще сына. И он говорит, одежду дать ему. Он ему дал одежду хорошую. Хотя, вот, грязный, вонючий пришел. Он ему хорошую одежду. Перстень. Какой перстень? Его жизнь не стоила даже гроша ломаного вообще. Его жизнь не ценили вообще, никак не ценили. Знаете ли, абсолютно. Он дал ему перстень. Ты сын мой. Спасибо, Господь. И сегодня Господь всемогущий, Он одевает нам одежду свою. Даже если человек только, только-только с греха, только-только от свиного корыта. Даже если его жизнь гроша ломаного не стоит. В мирском понимании этого смысла слова. Большинство людей и сегодня так вот относятся друг к другу. Не ценим порой мы тех, кто возле. Особенно те, кто чего-то достигли в жизни, богаты. Многие из них. Я не так много соприкасался с миром богатых людей. Вот. Иногда так приходится служить людям богатым. И просто видишь, как люди несчастные. Действительно, они богаты тоже плачут. Еще горше плачут. Просто их слезы не видны. И от этого они не становятся менее, знаете ли, тяжелыми. Вот. Но для людей богатых, как правило, знаете ли, действительно, тот человек, который не имеет за собой денег, вот, его как ничто видит. И вот тот блудный сын, действительно, он в глазах жителей страны, стоит, где он был. Он ничего не стоил. Абсолютно. Абсолютно ничего. Но как оценил его отец? И отец не сказал, ну, поживи здесь. Среди наемников посмотрим на твое поведение. Пройдешь реабилитацию, отмоем тебя. Вот. Реабилитируешься, адаптируешься. Вот. Пройдешь курсы какие-то, восстановления. Какие-то годы освобождения будут. Какую-то школу пройдешь там. И посмотрим на твое поведение дальнейшее. И вот тебя... Приму тебя. Вот. Нет. Он действительно вернул все сразу. Все и сразу. А слугам своим сказал, что возьмите, приготовьте много мяса. Сделайте настоящий праздник. По-взрослому. Настоящий. Не просто легкий перекус мы сейчас сделаем. Не просто мы посидим так вот. Семейно. Знаете ли, нет. За чаем. Нет. Мы сделаем пир на весь мир. Возьмите теленка прям целого. Вот. Откормленного. Приготовьте много мяса. Будем пировать сегодня. Сделаем сегодня праздник вообще. Вот. И они были в доме. И в это время там написано, что возвращался старший. Обычная процедура. Он в служении. Это человек все время в доме вырос. Он всегда с Богом. Комар носа не поточит. Он никогда не отступал. Не падал. Он праведник. Он в доме отца. И он слышит это ликование. Примечательно, что он вне дома. И отец выйдя, поприветствовал сына. И рассказал ему. Поделился с ним радостью. Что вернулся брат твой. Вернулся мой сын. Вернулся тот, кого я ждал долго. Мы закатили пир. Иди в дом. Заходи. Мы отпразднуем. И вот здесь вся гниль полезла. Все то, что сидело все эти годы внутри сердца его. Знаете ли, любой религиозник, любой праведник церковный. Любой человек, который вырос. Сейчас вот есть разные даже такие аббревиатуры, да. Для обозначения такой категории граждан. Допустим. Как там называется? ДВР. Забыл просто. ДВР. Аббревиатура такая, да. Расшифровывается. Дети верующих родителей. Дети верующих родителей. Дети пасторов. Значит, дети служителей. Вот. Как правило, одна из самых страшных категорий. Вот. Граждан, с которыми я соприкасался в жизни вообще. Вот. И я сам служитель. Я знаю, о чем говорю. Вот. И это как бы очень страшно. И, наверное, в жизни каждый из нас есть свои страхи какие-то. Они тоже нас направляют в жизни. Порой это очень нехорошо. Порой это хорошо. Трудно сказать. Вот. Но я помню этот страх, с которым я впервые соприкоснулся в своей жизни. И который вот по жизни меня так преследует, этот страх. Знаете ли, я сам из семьи неверующих родителей. Не религиозно совершенно. Хотя у меня большая мусульманская семья. Да, значит. Значит, по отцу я еврей, по матери татарин. И, знаете ли, мне близка и еврейская культура, и татарская культура очень близка. Татарская даже в чем-то даже больше близка по душе моей. Потому что я вырастал больше в татарском окружении. Вот. А еврейская моя родня, она потеряла все еврейство давно, так к тому времени. И считала это проклятием семьи, и как бы и несчастьем нашим. Вот. И, знаете ли, они открестились от своих корней всячески, всевозможно. Всеми возможными методами, правдами, неправдами. И фамилию поменяли. Значит, были... Бабушка говорила, что раньше были гершели, стали журавлевы. Вот. Значит, и тоже... Я понимаю, я не сужу своих предков, знаете ли, и бабушка, дедушка, и прабабушка, прадедушка. Они, понятное дело, руководствовались благими намерениями. Вот. Потому что трудно сказать, как бы я повел себя на их месте. Знаете ли, трудно сказать. Поэтому я их не сужу. Бог в себе нам судья. Но люди открестились, будем так говорить. Бабушка, умирая, рассказывала. Она прожила почти 100 лет. И эту боль она несла, получается, всю свою жизнь. Я не представляю себе, какую боль несут люди порой всю свою жизнь. Это трудно вообще даже представить. Ей было за 90. Только вдумайтесь. За 90 было ей уже. Когда вот перед смертью, за где-то за полгода до смерти мы с ней общались. Она каялась, она молилась со мной. С ее слов впервые в жизни. Ну, я не знаю. Ну, она так сказала, по крайней мере. Я спрашиваю, бабушка, вы молились вообще? Она говорит, нет. И она помнила лишь девчонкой. Еще сопливой девчонкой. Помнила вот некоторые моменты такие. Ее родители, мои прабабушка, прадедушка, они в свое время громко хлопнули дверями синагоги. Отреклись от Бога, отреклись от веры, от своего еврейства. Пошли в революцию. И они видели идеалом. Я из семьи потомственных революционеров. Атеистов, коммунистов, безбожников. Вот так, ну, знаете ли, так получилось. И знаете ли, я не сужу тоже их. Я понимаю. Они верили в светлое будущее. Они верили по отцу, мои родственники. Они верили в мои прабабушка, прадедушка. И бабушка моя, дедушка мой родной. Они верили, что строят светлое будущее. А вот вопрос здесь по поводу евреев о флоте. Нет, я рассказываю просто о своей семье сейчас. Значит, и делюсь этим свидетельством. Перед вами исповедуюсь тоже, друзья. Я об этом рассказывал и у себя в церкви часто. И, значит, и в гостях, когда бывал, тоже рассказывал. Может, не с такими подробностями, но где как. И, значит, и знаете, друзья, вот они, мои предки, они видели светлое будущее в таком коммунистическом таком формате. Когда не будет национальностей, не будет имущественных различий. Бесклассовое общество, без национальности. То есть, один народ, советский народ, знаете ли, но жизнь показала, что всякие попытки создать народ атеист, народ безбожник, это очень трагичные попытки. На самом деле, не важно, кто вы по плоти, и вот и вопрос по поводу евреев по плоти, не важно, кто вы, украинец, или русский, или еврей, или африканец, американец. Бог любит всех, независимо от нашей национальности, культуры, религии, нашей традиции, нашей веры, там, значит, всего. Божья любовь, она доказана. Если до нашей эры можно было, имел человек какой-то более или менее морально право сомневаться в любви Божьей, знаете ли, читая Ветхий Завет, как бы в этом не лишний раз удостоверяешься каждый раз, но, знаете ли, уже с начала нашей эры, со времени пришествия Иисуса Христа, Его смерти на кресте Голговском, пролитой крови божественной, уже у человека, никакого человека на этой земле, на этой планете, нет никакого абсолютно морального права сомневаться в Божьей любви, в Божьей избирательной любви, в Божьей, не знаю, какой еще любви там. Божья любовь, она разливается на всех и вся, и, а во Христе, когда человек принимает спасение Божье, во Христе Иисусе, вообще все рушится, знаете ли, не важно, ты мужчина или женщина, богатый ты или бедный, раб ты или свободный. И бабушка, да, бабушка умерла, она ушла в вечность, но я благодарен Богу, что она перед смертью обратилась к Богу. Вот, она была крепкая, еврейская женщина, не болела, ни разу в больнице не лежала. Вот, первый раз, ей было за 90, и она бы прожила больше 100 даже, ее сбила машина. Вот, она оказалась на больничной койке, вот, переломы, значит, вот, и, но я вижу, что это, даже, даже эту трагедию Бог во благо обратил, действительно во благо обратил, вот, и она обратилась к Богу. Вот, и по поводу сына старшего из притчи, которую я рассказываю, трагизм, история блудного сына. Я говорил, что я частично с христианскими толкованиями не согласен, но частично согласен. Вот, но если принимать, я почему не согласен, потому что, по сути, идет речь в этой притче о двух блудных сыновьях, по сути, о, и старшем, и младшем. Но если соглашаться с христианской, вот, традиционной трактовкой о блудном одном сыне, то, как ни странно, я, если принимаю это выражение, соглашаюсь, если с ним, то только лишь по отношению к старшему сыну. Да, я не оговорился, я у себя в церкви об этом, когда рассказываю, проповедую, я именно так и говорю, что я лишь по отношению к старшему, не к младшему. Младший, эта притча заканчивается тем, что младший был уже в доме отца, он был уже в доме отца, был пир на весь мир, а притча заканчивается страшным самым, что старший, там не написано, что он вошел в дом отца. Вот это самая страшная трагедия. Я думаю, Иисус это и имел в виду. Тем более, что среди его слушателей были, конечно, и грешники такие, хрестоматийные, пьяницы, алкоголики, значит, там, значит, там, блудники, блудницы, сборщики налогов, и вообще, то есть, как бы, очень разные категории граждан, которые, ну, хрестоматийно для иудея были грешниками, которым нужно покаяние. Вот, но среди его слушателей было много и вот тех, с кем можно было бы ассоциировать, вот и старшего сына, которые выросли в религиозных таких традициях лучших, тогдашних, были представителями школ, непорочные, фарисеи из фарисеев, садукеев, фарисеев, книжники, люди уважаемые, люди религиозные, по закону непорочные. Вот, я думаю, что эти люди, ну, некоторые из них, по крайней мере, прекрасно понимали, о каком блудном сыне идет речь. Если для традиционной христианской трактовки блудным сыном является вот тот младший, который хлопнул дверью, ну, хрестоматийный грешник такой, взял часть имения, опозорил отца, да, его очень многие христиане осуждают, вот именно вот, да, вот, ну, одним словом, хрестоматийный грешник, вот, знаете ли, вот там, как бы, нет никаких сомнений абсолютно, что он грешник, ничего святого, вот, значит, он хлопает дверью, опозорит отца, уходит, значит, и вот, будем договорить. Да, значит, но дело в том, что в притче Иисуса, я думаю, что он и преследовал другую цель, все-таки, вот, и многие религиозные люди, прекрасно, думаю, понимали, о каком блудном сыне идет речь, вот, что этот сын, как ни странно, старший сын. И притча заканчивается страшными словами, вот страшная концовка, что этот сын старший, он был вне дома отца своего. Отец, выйдя, уговаривает его войти. Через Иисуса Христа Бог уговаривал войти в дом отца, вернуться вот тех религиозных вождей, фарисеев, садукеев, книжников. Они стояли и возмущались, что он ест и пьет с грешниками. Они стояли и возмущались. Да, они видели преображенные судьбы блудниц и блудников. Они видели преображенные судьбы пьяниц. Они видели преображенные судьбы сборщиков налогов, других хрестоматийных грешников. И от этого, наверное, еще больше злились, видя, что эти люди, они получают такую благодать. Они возле того, о ком, помните, Никодим говорил, «Мы знаем, — говорит, — что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог». Помните, да? То есть Иисусу Никодим не сказал, что «я знаю». Что ты, учитель, пришедший от Бога там. Он не за себя лишь расписался, дамы и господа, братья и сестры. Он расписался за многих. И я помню, я начал говорить о страхе. И вот с этим страхом я столкнулся впервые, наверное, 30 лет назад. Да, почти 30 лет назад. В 87-м я как раз вот начал служение, ну, помогал на общественных началах в церкви. А в начале 88-го года я уже на зарплату, на полное время, не просто раз в неделю или два раза в неделю, там, как было до того, помогал в храме священнику, значит, а уже каждый день, фактически, ну, по вечерам, по крайней мере, точно, каждый вечер, значит, и потом суббота-воскресенье, значит, да, значит, тоже, ну, воскресенье точно, весь день фактически там был в храме, значит, в служении, и руководил хором, был чтецом уже. И вот тот страх, с которым я столкнулся, я столкнулся с этой категорией граждан, ну, которые вот обычно сейчас говорят, значит, дети верующих родителей, значит, там, значит, ДВР, значит, там, и прочее. Дело в том, что, значит, действительно, как вот удали пословицы русского народа, поповские дочки, как белые лошадки, редко какая бывает хорошая, и много других, там, значит, есть о поповичах, о поповных, значит, старых русских пословиц. И я понимал, что эти пословицы, понял, что они не на пустом месте родились, эти пословицы. Вот, и своим детям уже я принял решение о Боге говорить минимум. Я даже, ну, впоследствии, когда вот уже еще готовился к браку, вот, дружил со своей будущей женой, мы в девяностое, начале, ну, в девяностое первом году мы стали мужем-женой, как раз перед моим рукоположением в священнике, в дьяконы, в священнике. Вот, то, значит, знаете ли, я тоже говорил жене тоже об этом, что но решение было вначале, внутреннее решение первое, чтобы детям, если у нас будут дети, да, ну, у меня понимание, что не будут у нас дети, хотя по медицинским показаниям в то время, ну, как бы, естественным образом у нас не могло бы детей, естественным образом. то есть по медицинским показаниям. Врачи нам могли лишь только одно сказать, что зачатие и беременность, тем более рождение невозможны, но сказали, вы молодые, поживете для себя, а потом можете кого-то усыновить, удочерить, и даже один из врачей мог нам говорить, если что, походательствуем, поможем. Вот, значит, и знаете ли, но я понимал, что у нас будут дети. То есть есть внутреннее свидетельство, которое никуда не денется. И, знаете ли, что бы ни говорили врачи, при всем уважении к их работе, святой, хорошей работе, знаете ли, есть небесный приговор, есть небесный врач, который выше, чем любой земной врач. То же самое земные политики говорят, значит, одно, значит, небесный политик порой говорит совершенно иное. Знаете ли, действительно это так. Вот, и, значит, и интересно, что мое понимание тоже, вот, что должно родиться свыше, встретиться с Богом, пережить Бога в своей жизни, независимо от того, родились ли вы в семье религиозной или безрелигиозной, знаете ли вы о Боге много, или ничего не знаете о Боге. Мой товарищ, хороший друг, вот, Александр Шевченко, он является пастором церкви сейчас, значит, в Калифорнии, в Сакраменто. Мы много лет дружим, уже больше 20 лет дружим. Значит, и тогда он не был, конечно, пастором церкви, но он был ведущим программы «Угол». И тогда мы как раз снимали, ну, программу, вот, почти 20 лет назад получилось, получается. Программа «Угол» с моим участием, там «Отец Сергий» написано «Угол», то есть можете посмотреть, кто не видел еще. Ну, там я был помоложе, как бы, и Александр был тоже еще совсем молодой еще. Да, значит, так интересно, значит, я, вот, даст Бог, уже, получается, в 18-м, собираюсь сейчас уже лететь тоже в Америку, значит, к нему, значит, и хочу предложить ему снять программу 20 лет спустя, «Отец Сергий» 20 лет спустя, то есть мы уже вдвоем снова встречаемся, но, как бы, значит, уже будет договорить, значит, постарше, значит, и, но вопросы многие, которые тогда поднимали мы, я думаю, они актуальны, и сегодня, 20 лет спустя, можно их продолжить и кое-что еще дополнить, как будем договорить. Это очень важно. И с его стороны, как ведущего, ведь он тогда не был пастором церкви, вот, значит, но он стал пастором впоследствии церкви, значит, начал новую церковь, «Хаус о Бред, Дом Хлеба». Очень люблю эту церковь, она мне близка по духу, потому что близка по тем откровениям, о которых я вот выше рассказывал. В Калифорнии много церквей, в Сакраменто вообще там церковь на церкви, там везде церкви. Там проповедовать сложно на улице даже кому-то, потому что там все верующие, все баптисты, все писятники, все богословы, там любой наркоман-алкоголик тебе, знаете ли, богослов, за пояс тебя заткнет, знаете ли, он такое тебе понарасскажет, из Писания, такие доктрины расскажет тебе, баптистские, писятнические, которые он с детства знает прекрасно, что ты сам раскроешь рот. Вот это да. Понимаете ли, это вот такой феномен. Значит, но с другой стороны, как раз Саша Ишевченко, как раз вот и почему начал служение свое там церковь, ему говорили, зачем церковь, и так церкви полно там. Вот, нам бы с теми церками разобраться, какие есть сейчас уже, какие насаждены. Вот, но молодец, Александр не стал сдаваться, он сказал, что должно родиться свыше, неважно вырости в семье христианской. И мы проезжали мимо кладбища одного там, значит, славянского, ну, так его условно называют славянским кладбищем. В основном славяне там лежат. И мы проезжали, и он остановился, значит, и он сказал мне, вот, отец Сергей, посмотри, вот, Сергей, это вот как раз кладбище, это вот одна из иллюстраций нашей неправильной теологии, одна из иллюстраций той гнилой теологии, с которой наши родители приехали в новый свет, на свою новую родину, сюда, в Америку. И он рассказывал, что наши дедушки, бабушки, наши отцы, особенно матери, приехали с таким убеждением, что раз их дети, мы, говорит, выросли на церковной скамье, раз мы с молоком матери уже от малых ногтей впитали веру, раз мы уже вот по умолчанию уже святые, и по умолчанию мы уже спасены, то как бы мы рождены свыше. Знаете, он потом дальше рассказал там истории, не буду все это рассказывать еще, я об этом рассказывал в предыдущих там некоторых включениях, но я думаю, что мы с ним запишем об этом тоже еще программы, какие-то беседы запишем об этом с ним. Вот, по крайней мере, я вот собираюсь в Калифорнии записать об этом программы тоже как раз. Значит, и, знаете, что интересно, он сказал, да, вот что, но жизнь показала, говорит, что даже если мы выросли, мы, вот поколение баптистов, писятников, выросших на церковной скамье, выросших вот с молоком матери, впитавших веру, казалось бы, значит, да, от малых ногтей, с детства верующие, всю жизнь верующие, но рожденных свыше из нас было, ну, фактически никого, раз-два обчелся из тех, кто вот приехал, тогда пацанами, девчонками, вот, значит, и жизнь показала, и вот это кладбище, вот это вот такая иллюстрация, наша неправильная теология, и неважно, где вы живете, в Америке, или в Европе, или в Украине, да, значит, в России, значит, в Африке, в Австралии, где бы ни были бы, в Израиле, или еврей ли вы, или украинец, или американец, африканец, с кем бы вы ни были, по национальности, по культуре своей, татарин, или там, кто должен родиться свыше, и вот эти притчи Христа об этом говорят, и само видео я заглавил словами как раз из Писания «Ани ле доди ведоди ли». «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне, я часть его, я в нем, он во мне». «Ани ле доди ведоди ли». Из книги Ширга Ширим, «Песня песней». Пусть Господь Бог благоставит, и хочу завершить, тем местом Писания, которое я, с которого и начинал сегодня чтение, послание Ефесянам, апостола Павла, пятая глава. «Итак, подражайте Богу, как чадо, возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас». И вот это «И живите в любви», вот это мое наставление. Сегодня этим словом делился я у себя в церкви, правда, немного в другом контексте, в другом формате. Записи постараюсь выложить. Вот. Уже сегодня вечером, наверное, или завтра, посмотрим, как получится. Пусть Бог благоставит вас всех во имя Иисуса Христа. Вот. Напоминаю, что вот номер эфира, да, СМС приходит. Сегодня приходили СМС не только с молитвами нужными, на служение мы молились, на служение молимся, каждое воскресенье. Вот. И сегодня молились тоже за нужды людей. Вот. И я молился тоже как раз вот по этим вот СМС-сообщениям, значит, о нуждах приходящих. Вот. И этот же номер телефона, я напоминаю как раз, что, значит, действительно он является и как банковская карточка своеобразная такая. То есть, вы можете воспользоваться им для того, чтобы, знаете ли, вот, не только материально, ну, как бы, молитвенно, но и финансово участвовать в моем служении. Напоминаю номер этот, украинский, 096 96 2 66 75. Напоминаю номер, 096 96 2 66 75. Пусть Бог благоставит вас. Ну и все координаты есть под всеми этими видео, и под этим видео оно сейчас сохранится, и будет тут же доступно. Можете, кто в конце подсоединился, потому что прозвучали многие темы, и в том числе ответы на вопросы многие. Вы можете сначала посмотреть, как раз именно, значит, и вот, назидаться. Пусть Бог благоставит вас. Вопросы присылайте также еще на e-mail, если более подробные, не как в формате смс-сообщения, коротенькие, а если есть нужда, необходимость есть такого расширенного вопроса уже, то пишите на электронную почту, на e-mail. Адреса все указаны тоже под всеми этими видео. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья. Я сегодня уговорил и о школе Гилеве, и о школе Шамая, упоминал. И знаете ли, так интересно, когда представители этих школ спрашивали, что есть стих какой, из писаний еврейских, какой стих открывает всю Тору, всех пророков, все еврейские писания. Ну, как мы говорим, золотой стих Библии, да. Вот мы, христиане, обычно, да, вот цитируем Евангелие Атеана. Это очень прекрасный стих, который действительно по праву называется золотым стихом Библии. Это Евангелие Атеана 3,16, да. Давайте скажем все вместе этот стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего, единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Аминь. Вот этот стих как раз называется золотым стихом. Новый Завет действительно раскрывает эту потрясающую Божью любовь. Но вот и в старые времена до Мессии, до Христа люди задавались таким вопросом, какой же стих является вот таким как бы ключом ко всем писаниям. Золотым стихом. И задавали вопрос этим двум школам, которые между собой они, знаете ли, вот спорили, не соглашались там и прочее. Но самое интересное, эти школы, они согласились действительно, вот в этом они были согласны. Что этим стихом они обозначили книгу «Песни песней», 6 глава, 3 стих. «Ани Ледоди Ведоди Ли Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Аминь». Слава Богу, пусть Бог благоставит вас. Да, и вот здесь вопросы, вопросы просто повторяющиеся, значит, вот ваши, значит, брат Тронер, Тронер, да, 777, значит, подписавшись таким образом. Просто вопросы, значит, ваши уже звучали, разные вопросы не повторяются. А, вы задавали просто на прошлых эфирах вопросы, я прочитал первые вопросы, они были идентичные, вот, по поводу евреев, вас интересует по поводу, значит, разных национальностей, я говорю, никакой разницы нет, вы евреи, или украинец, или русский, абсолютно. Тем более, если во Христе Иисусе. Даже, даже вне Христа Иисуса, в новозаветную эпоху, эру, уже нет никакой разницы. А тем более, если во Христе Иисусе, это, как бы, это аксиома евангельская, поэтому даже, даже не задавайте такие вопросы самому себе, я имею в виду, даже не ставьте такие вопросы перед собой. Если, как бы, а если ставите это перед мной, или перед всеми, там, кто, в чате читает вас, то, я думаю, это, ну, даже, ну, некорректно даже, глупо даже это все. Потому что, 2000 лет назад, эти вопросы, они уже, получили свой ответ уже. еврейские шаббаты, шаломы, активно. Об этом есть мои проповеди, мои программы, отдельные программы, где все это разъясняю. Знаете ли, да, с одной стороны, нет разницы, кто мы во Христе Иисусе, но мы остаемся и украинцами, и евреями, и татарами, и русскими, как бы, и это не является, ну, чем-то таким предосудительным. Божий интернационализм, это не советский интернационализм. В вашем, видимо, понимании, Троммер, 777, видимо, знаете ли, такое советское, или, как сейчас говорят, совковое такое, ну, это грубое выражение, правда, советское такое представление о единстве, когда нет национальности, вообще, все, мы говорили раньше, как мы советский народ, там, и прочее. На самом деле, Божий интернационализм, он отличается от коммунистического интернационала. Принципиально. Тем, что мы остаемся, и мужчинами, и женщинами. Мы не пытаемся, знаете ли, бесполое существо создать, знаете ли, иначе. Мы не говорим, что быть там татарином, это плохо, или русским быть плохо, или украинцем быть плохо, или евреем быть плохо. Нет. Божий интернационализм, это действительно, братство любви во Христе Иисусе. Когда мы остаемся татарами, русскими, украинцами, евреями, американцами, африканцами, но мы любим друг друга, как любим Бога, и любим друг друга. И потому узнают все, что мы действительно, это новое творение во Христе Иисусе. Да, но более детально, я об этом рассказываю в лекциях, в семинарах своих, более подробно. Вот. Благословляю вас во имя Господне всех, во имя Господне всех, и русских, и украинцев, и татар, и американцев, и африканцев. Кем бы вы ни были по национальности, значит, ни в коем разе, да, нельзя, не то, что превозноситься, нет, знаете ли, нельзя считать, что одна нация, там, она исключительно, если Бог избирает, допустим, для чего-то, человека, или народ какой, для какой-то миссии, да, это не повод гордиться, не повод, значит, там, это не погоны, которыми мы ходим и козыряем. Хотя люди так порой часто воспринимают, и еврейский народ в своей истории, и в сейчасшнем Израиле, мы это наблюдаем тоже, к сожалению, многие избранность Божью воспринимают, как именно, ну, повод для гордости, что ли. А Иисус, настоящий еврей, настоящий еврей, ну, после Авраама, значит, мы можем, сказать, кто? Это Иисус. И Иешуа показал действительно, кто такой настоящий еврей. И он показал, что быть избранным, быть призванным к служению, это действительно, это служить. Поэтому, благоставляю вас во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисуса Христа. Иисуса Христа. иисуса Христа. Иисуса Христа. Аминь. Иисуса Христа. Споем, да, друзья, подпевайте, кто. Время пения настало, Голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный идет. Вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный идет. Мой возлюбленный прекрасен, Почет и сячи других. Вид его подобен кедру На подножьях золотых. Вот он идет, вот он идет, Мой возлюбленный грядет. Господь грядет, Господь идет, Мой возлюбленный грядет. Вот он идет, вот он идет, Мой возлюбленный грядет.